Система образования имеет непосредственно отношение к более чем двум третьим населения Чувашской Республики, потому что это не только дети, это не только учителя, это прежде всего и родители, и бабушки, и дедушки. Конечно, этот вопрос, связанный с системой образования, волнует всех. И несколько кратств хочется, конечно, отметить, что у нас сегодня в Республике более 500 школ образовательных, более 300 дошкольных образовательных учреждений, 27 вузов, и в том числе еще есть дополнительно среднепрофессиональное образование, 27, и 17 начально-профессиональное образование. Это очень большая армия педагогов, и прежде всего, конечно же, это наши детки. Сегодня в общеобразовательных школах Республики обучается более 127 тысяч школьников. И прежде всего, это, конечно же, наши дети, которые получают качественное и доступное образование благодаря тем мерам, которые были приняты в свое время по оптимизации сетей дошкольных образовательных учреждений. Нам удалось создать наиболее благоприятные условия, одними из первых в России благоприятные условия для того, чтобы наши дети получали качественное и доступное образование. В Республике создана сеть базовых общеобразовательных учреждений, которые сегодня являются образцами для того, чтобы другие образовательные учреждения могли подтянуться и соответствующим образом обеспечить качественное образование. Кроме того, в последнее время было предпринято ряд мер по укреплению материально-технической базы. Это оснащение компьютерной техникой, учебным оборудованием, их литературой. Долгие годы Чувашской Республики была в числе передовых по компьютеризации системы образования и в том числе по обеспечению доступности образования в дистанционной форме. За последние годы компьютерный парк общеобразовательных школ, конечно же, устарел, и поэтому задача ставится на 2012 год, чтобы полностью обновить этот компьютерный парк и обеспечить современным оборудованием. Одним из перспективных направлений для обеспечения доступности образования для детей с ограниченной возможностью, конечно же, является организация дистанционного обучения с использованием современных технологий, компьютерных технологий. В этом плане нам удалось силами наиболее активной части учительства выиграть грант, и в этом году мы получили около 30 миллионов для реализации этих задач, и планируем к следующему году полностью всех детей ограниченной возможности охватить дистанционным обучением, что нам даст возможность на примере этих образовательных учреждений, на опыте, который мы накопим за эти годы, организовать дистанционное обучение для других категорий наших учащихся. Особо наиболее значимые изменения произошли буквально в этом году. Речь идет о том, что мы запустили проект комплексной модернизации системы общего образования, благодаря чему нам удалось с 1 октября этого года, по сравнению с 1 января начала календарного года, поднять заработную плату учителей на 30%. И мне приятно отметить, что сегодня средняя заработная плата учителей достигла средней зарплаты по экономике Чувашской республики и составляет 13 900 рублей. Это, конечно, большое достижение, потребовало огромных усилий со стороны государства и правительства. И сегодня действительно приятно отметить, что труд учителя, наконец-то, есть возможность под достоинство оценить. Кроме этого, учебные заведения с начала нового учебного года получают компьютерное оборудование, это, прежде всего, автоматизированные рабочие места для учителей начальных классов. Более 700 единиц мы поставляем в общевразовательные школы. Кроме этого, закупаем художественную литературу для учащихся начальных классов, что является приоритетным направлением для того, чтобы наши детки проявляли интерес к чтению. Также проводятся работы, связанные с оснащением общевразовательных школ учебным оборудованием, в том числе, современной компьютерной техникой. Достаточно большие ресурсы мы направляем в общевразовательные школы для того, чтобы обеспечить энергоэффективность. Это нам даст возможность вложенные средства сэкономить на тепле, на электроэнергии. Приятно отметить, что достаточно большие ресурсы мы также выделяем для повышения квалификации наших учителей. Сегодня в системе образования Чувашской Республики трудится более 11 тысяч педагогических работников, в том числе около 10 тысяч учителей общевразовательных школ. И 75% учителей имеют различные квалификационные категории, в том числе около 17% учителей имеют высшую квалификационную категорию. Это наиболее значимый и важный потенциал для системы образования, который мы будем всемирно поддерживать и дальше развивать. И вот те средства, которые мы получаем на повышение квалификации, нам позволят поднять уровень потенциала педагогического персонала еще на более высокой ступени. Также в системе образования происходят изменения, связанные с проведением процедур аттестации учителей. Суть изменений состоит в том, что если раньше учителя вынуждены были сдавать экзамены, тестирование, проходить по разным предметам, в том числе IT-компетентности, мы сегодня считаем, что этот уровень мы достигли и поднимаем планку требовательности к учителям уже с точки зрения экспертного сообщества. То есть в основном аттестацию будут проводить сами учителя, наиболее квалифицированные, которые доказали своим трудом на протяжении долгих лет свой высочайший профессиональный уровень. Это нам даст возможность, во-первых, повысить ответственность всего самого педагогического сообщества, и, во-вторых, сделать оценку педагогического труда более качественным и более объективным. И, прежде всего, труд учителя, конечно же, должен изучать непосредственно в школе. И вот аттестационная процедура как раз предполагает выезды на места, а не так, чтобы учителя приезжали в республику и отчитывались по своим бумагам, которые сегодня, к сожалению, огромным количеством учителя вынуждены писать. И одним из мер, которых мы также делаем в поддержку учителя, это стремимся и будем делать все возможное, чтобы уменьшить количество отчетов и исправок, которые учителя вынуждены или должны представлять. Ведь с этой целью, вот я уже сказал, первая мера связана с аттестацией, вторая мера связана с участием учителей в конкурсах и других мероприятиях, чтобы как можно меньше сделать бумажный отчет, а больше живую практику показывать на местах. Также следует отметить, что в системе образования происходят изменения, связаны с ее освоением новых методик и технологий. И я думаю, в этом плане мы также традицию сохраним быть первыми в России. Речь идет о том, что учителя, наиболее одаренные, имеющие богатый опыт учителя, разрабатывают сегодня такие методические пособия для учителей и учеников, которые условно мы назвали путеводители. Это даст нам возможность каждому ученику по желанию обеспечить индивидуальную траекторию обучения. Это очень перспективное направление. Мы находимся пока в начале пути, и пять школ наших Чувашской Республики в этом году выиграли гранты по 200 тысяч для поддержки именно этого направления. Особенно это направление актуально в старшей школе, когда ученик уже в профильных классах. Кстати, в системе образования Чувашской Республики тоже, я считаю, надо отметить как позитивное. Первыми в России мы открыли и добились, что во всех общеобразовательных школах открыто профильное обучение. И в профильных классах ученики могут выбрать под тем или иным профилем разные уровни подготовки как с датчиком единых экзаменов, так и изучение отдельных предметов без сдачи единых государственных экзаменов. Серьезные изменения, мы предполагаем, должны произойти в ближайшее время в системе профессионального образования, и это коснется и общеобразовательных школ. Речь идет о том, что нужно максимально повысить статус инженерных классов и статус рабочих специальностей. С учетом того, что сегодня на рынке труда востребованы рабочие специальности, а количество дипломированных, имеющих диплом специалистов много, а квалифицированных мало, мы пытаемся в системе общего образования возродить инженерные классы и часть учеников перенаправить в среднепрофессиональное учебное заведение после 9 класса с тем, чтобы на базе начального профессионального образования и среднепрофессионального образования наши детки могли получить как рабочие специальности, так и специальности среднепрофессионального уровня. и с тем, чтобы потом без сдачи единых государственных экзаменов поступали в высшие учебные заведения по сокращенной форме обучения. Это позволит ученикам выстроить свою образовательную траекторию таким образом, чтобы в течение 6 лет иметь возможность получить как минимум 3 диплома, включая рабочую специальность, средне-специальное образование и высшее образование. Это нам даст возможность не только сэкономить средства, а прежде всего грамотно построить систему профессионального образования, начиная со школьной скамьи, используя богатый опыт профильного обучения. Многих сегодня волнует и получение профессионального образования, особенно высшее профессиональное образование в связи с тем, что высшее профессиональное образование сегодня не удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляет работодатель или рынок труда. Речь идет о том, что рынок труда перенасыщен специальностями гуманитарного профиля и, прежде всего, специалистами, которые получили образования, такие как, к примеру, юридическое или экономическое образование. И поэтому наша задача стоит таким образом, чтобы поднять, во-первых, статус инженерно-технических специальностей и, во-вторых, конечно, на выходе, чтобы инженерно-технические специалисты с высшим образованием получали и востребованы на производстве рабочие профессии. С этой целью разработана программа, республиканская программа развития системы профессионального образования, которая предполагает изменения как структуры, так и сети средних специальных и начальных профессиональных образовательных учреждений и, в том числе, конечно же, оптимизация сети высших профессиональных учебных заведений. Сегодня в системе высшего профессионального образования у нас в республике более 27 вузов с филиалами, и, конечно же, это переизбыток, и сегодня идет оптимизация как структуры учебных заведений, так и получаемых профессий. И мне приятно тоже отметить, что в этом году по результатам приемных комиссий, по их докладам, заметно повысился конкурс на технические специальности, и, к примеру, можно сказать, что на строительный факультет конкурс был на одно место более 6 человек, 6,5 человек, и при том по документам потным только около 3 человек. И это говорит о том, что действительно специальности инженерно-технические становятся востребованными, и это, прежде всего, конечно, благодаря деятельности наших училищ и колледжей, которые в этом году, выпускникам которых в этом году мы обеспечили условия для поступления на основе собеседования и конкурса документов. Благодаря предпринимаемым мерам нам, я думаю, удастся обеспечить рынок труда именно квалифицированными кадрами, которые как раз предусмотрены в программе развития системы профессионального образования, которые составлены с учетом тех потребностей и тех производств, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Особенно актуальной для всех является проблема ЕГЭ, единого государственного экзамена, потому что от эксперимента мы перешли уже его в штатному режиму. И, конечно же, неоднозначные отношения ЕГЭ вполне понятны, потому что если только измерять результаты деятельности школы и учащихся через единый государственный экзамен, это не совсем является объективным. То есть ЕГЭ дает определенную объективную картину, но она дает только в разрезе тех требований, которые предъявляют тесты или контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена. И из-за этого возникают многие сложности и многие недовольства со стороны как родителей, так и учащихся. В целом, сама процедура или само проведение единого государственного экзамена позволяет нашим учащимся поступать после общеобразовательных учреждений в высшее учебное заведение, при том географически не ограничивая. Это нашим учащимся дает возможность поступать не только в вузы республики, так и в вузы всей России. В том числе и самые престижные вузы, такие как московские вузы или санкт-петербургские. И этим правом наши выпускники каждый год пользуются, и поэтому действительно многие самые лучшие одаренные наши детки поступают в московские вузы, и часть из них возвращается, но большая часть распределяется как в России, так и за рубежом. В этом можно видеть и преимущество, и недостаток, но в целом для ребенка я считаю это позитивно. А что же касается отношения самому к единому государственному экзамену, если этот экзамен станет одним из инструментов измерения качества результатов на выходе из школы, наряду с ним появятся другие инструменты, то он станет менее болезненным и будет восприниматься обществом, на мой взгляд, более позитивно. К этому что можно добавить? К этому можно добавить, конечно же, внутренний мониторинг самого образовательного учреждения, чтобы школы наши имели индикаторы, по которым могли они представлять результат, измеряя свою деятельность в начале учебного года и в конце учебного года, и на основе динамики предъявлять свои достижения. Это даст нам возможность оценить труд учителей и труд школы, работу с образовательным учреждением более объективно, наряду с таким инструментом, как ИГЭ. Конечно же, должны существовать и общественные институты, которые должны привлекаться к оценке деятельности школы. Вот вкупе, совместно со всеми этими инструментами ИГЭ может стать одним из хороших инструментов для оценки как качества, так и доступности общеобразования. Наша задача все-таки первая является сделать все условия для того, чтобы выпускники образовательных учреждений могли беспрепятственно поступать в бывшие учебные заведения, но самое главное сделать так, чтобы этот выбор был осознанным, то есть чтобы ученики выбирали те специальности, которые действительно востребованы на рынке труда и после высшего учебного заведения, чтобы они не пополнили ряды безработных. И с этой целью как раз и профильное обучение, профильные классы, которые организуются как силами самих школ, в том числе силами высших учебных заведений, является, на мой взгляд, наиболее перспективным направлением для профориентации наших учеников. Потребность в педагогических кадрах была и остается. Она связана с тем, что долгое время не происходило обновление кадров, и доля молодых учителей сегодня в республике составляет всего 4%. И это, конечно, недостаточно. И с целью привлечения молодых учителей общеобразовательной школы с этого года в каждом районе, в каждой школе предпринимаются определенные меры. Это, прежде всего, повышение доли стимулирующей части для молодых учителей. В частности, вы знаете, в городе Чебоксара принято решение каждому молодому учителю ежемесячно выплачивать 1 тысячу рублей дополнительно, кроме стимулирующей части. Многие школы идут по пути установления надбавок с таким расчетом, чтобы поднять его до средней зарплаты по школе. И тем самым создается привлекательное условие для того, чтобы молодые наши педагоги пришли в общеобразовательные школы. Для сельских школ сегодня разрабатывается программа поддержки молодых учителей. Это, прежде всего, указ, который подписал президент Чебоксарской республики Михаил Васильевич Игнатьев по поддержке молодых семей, части компенсации ставки субсидирования, процентной ставки субсидирования. И сегодня мы разрабатываем проект программы для поддержки молодых семей, именно семей учительских семей. В этом плане будут предприняты соответствующие решения по указанию, как раз по инициативе, которую президент России озвучил. И она поддержана партией «Едина Россия», которая предполагает поддержку, прежде всего, сельских учителей, в том числе строительство учительских домов в городской местности. Эта программа находится сегодня на стадии разработки. Наиболее сложной системой образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Сегодня очередь на получение дошкольного образования в республике составляет более 22 тысяч мест. Для решения этой сложной задачи разработана республиканская программа, которая на прошлом заседании Кабмина была утверждена. Прежде всего, мы пытаемся вместе с органами местного самоуправления решить эту проблему четырьмя основными путями. Это строительство новых детских дошкольных учреждений. Их за три года надо построить 24 здания новых. Первое. Второе. Это возврат дошкольных образовательных учреждений, ранее перепрофилированных. Это примерно составит около 24% от востребованности, от тех мест, которые нам нужно создавать. Третье направление. Это открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений. Особенно это актуально и перспективно в сельской местности, потому что сельские общеобразовательные школы у нас заполнены сегодня не в полном объеме. Где-то процентов на 75-80. И четвертое направление. Это открытие иных видов. Это иные виды. Прежде всего, речь идет о частного государственном партнерстве, открытии частных садов. И в том числе открытие семейных дошкольных групп. Для того, чтобы эту проблему до конца решить, предполагается сохранить тот экспериментальный пилотный проект, который в этом году реализуется в городе Чебоксары, в Чебоксарском районе Ганаше. Пилотный проект предполагает компенсацию родителям, во-вторых, дети, не посещающие дошкольные учреждения, в возрасте от 1,5 до 3 лет, в размере более 4 тысяч рублей. В последнее время активно обсуждается новый проект закона, уже третий вариант проекта закона образования Российской Федерации. И он вызывает огромные интересы, в том числе и не совсем четкое понимание предстоящих изменений. Дело в том, что этот закон открывает новые возможности для организации обучения наших детей. В нем, прежде всего, самое главное, система образования остается бесплатной и доступной. А второе, наоборот, появляются возможности для образовательных учреждений обеспечить вариативные пути, траектории для наших учеников. Это, прежде всего, речь идет о том, что у образовательных учреждений больше самостоятельности будет, и у руководителей, прежде всего, у коллективов школ появляется больше возможности решать свои проблемы собственными силами в рамках того закона, который разрабатывается. А самое главное, закон позволяет привлечь общественность в деятельность образовательных учреждений, что тоже, я считаю, большим плюсом. Есть много спорных моментов, действительно, о них наши учителя говорили в ходе обсуждений, которые проходили в течение последних месяцев. И особенно активно мы обсуждали этот вопрос на августовских совещаниях. Эти все предложения обобщены, и мы их в обобщенном варианте отправили для доработки в Москву. А те предложения, которые можно решить вне зависимости от того закону, проект закона, какой будет принят, мы решаем на уровне республики. Поэтому закон будет до конца дорабатываться. Я думаю, принятие закона не усугубит положение общеобразовательных учреждений, учителей и школ, а наоборот, позволит более динамично дальше развиваться. Образование всегда было приоритетом государства, просто возможности разные годы были разные. Поэтому, с учетом того, что в государстве появились возможности для поддержки системы образования, мы сегодня получили достаточно солидную финансовую поддержку, для того, чтобы, прежде всего, повышать зарплату нашим учителям, и, второе, для того, чтобы укрепить материально-техническую базу. Таких больших вливаний за последние 20 лет не было. Продолжение следует...